Добрый вечер, Гомель! Меня зовут Наталья Волынец. Накануне Всемирного Дня Красоты, который отмечаем завтра, 9 сентября, программа «Добрый вечер, Гомель» дает полезные советы. Откуда берутся эталоны красоты и почему каждая современная девочка мечтает стать моделью? Порассуждаем об этом. Сегодня с нашим экспертом у нас в гостях заместитель руководителя Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» Вячеслав Ядринцев. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. Но, однако, красота – это не только умение ходить по подиуму, но еще и хорошие манеры. Так считает профессиональный стилист, имидж-тренер, руководитель детской имидж-школы Татьяна Лукомская. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а для того, чтобы выйти на подиум, не обязательно быть 18-летней красоткой с параметрами 90-60-90. Ну, вот это слова, дорогие друзья, основателя уникальной для Гомеля «Академия моды для нестандартных моделей» Марина Кабодарян. Сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер. Я благодарю вас, что вы нашли время для наших зрителей. Для кого-то может показаться тема моды и красоты не такой актуальной и значительной, но я считаю, что это тема, которая актуальна всегда. И женщины, мужчины, которые иногда теряются, что надеть, да, как выглядеть, какой высоты купить каблук и вообще, в принципе, как чувствовать себя всегда привлекательной, я думаю, это как раз таки зрители сегодняшнего эфира. Кстати, самая влиятельная женщина в косметической империи 20 века Эстер Лаудер сказала так о красоте. Не бывает некрасивых людей, бывают равнодушные к себе. Вот вы согласны с таким утверждением? Наверное, даже вот хочется услышать мнение мужчины. Я думаю, да, что согласен, ведь желание выглядеть привлекательно, нравится людям, завоевывать расположение. Это в наших руках, и поэтому нет в этом ничего такого запретного, что ли, или криминального в том, что человек хочет за собой ухаживать, выглядеть красиво. И это действительно в наших руках. Как мы сами, что мы из себя слепим, как мы себя преподнесем, вся работа, которую мы над собой проводим, потом она выплескивается в положительное мнение окружающих о нас. Спасибо. Татьяна, вы тоже считаете, что лень запрещает нам, в принципе, хорошо выглядеть? Однозначно. Лень запрещает, может быть, нежелание, может быть, недостаточное чувство уверенности в себе. Потому что красота – это всё-таки не только внешние данные. Красота – это и наполненность внутри гармонии, уверенностью, спокойствием, сдержанной элегантностью. Без этих качеств только за счёт физических данных женщина очень быстро теряет свою красоту. Вообще вот это сочетание «сдержанная элегантность», согласитесь, сегодня этот термин звучит очень редко. И мы, в принципе, да, даже иногда потеряли такое лексическое значение, это выражение. Поэтому, мне кажется, ваши советы сегодня будут очень даже кстати. Вообще понимание красоты у каждого своё, согласитесь. Однако существуют и стандартные такие идеалы, которым поклоняется общество. Вот что это за общепринятые эталоны красоты в наше время? Давайте об этом порассуждаем. Марина. Вы знаете, вот эталон – это, конечно, тема глобальная. Но я буду больше склоняться к нашим женщинам, которые вижу в городе. И, в принципе, хочу сказать о том, что женщина может быть просто ухоженная. Ухоженная с головы до ног, до пяток прям. Потому что ни одежда, ни косметика не так сделает женщину элегантной и интересной. Как именно ухоженность. Это должно быть всё всецело, да. Это и волосы правильно как бы уложены, да. Это и маникюр в обязательном порядке. Это приятный как бы макияж, да. Это тоже очень важно. Но я смотрю, вот даже вот походка очень влияет на женщину, как она подаёт себя в обществе. Вот вы наблюдаете, я знаю, что вы очень наблюдательный человек, любите наблюдать за людьми в нашем городе. Да, вот что вы, какие выводы можете сделать? Да, как раз. Насколько мы соответствуем общепринятым сегодня канонам красоты? Вот как раз сегодня я ехала к вам на передачу и вот обращала на женщину внимание, которая переходит дорогу, либо куда-то идёт, да. И так вот получается, что женщины куда-то спешат постоянно. И когда она спешит, она забывает о том, что она женщина, то что хочется всё-таки какой-то вот прямой элегантной походки, да. И вот даже вот спеша, не знаю, можно ли спешить там прямыми плечами, но получается женщина ходит вот так, да, как бы вот, ну, вот загорлившись вот туда и вот побежала. И самое интересное, что даже молодые девчонки вот как-то так вот, получается, что у меня сегодня на дороге пришли. Ну, попались такие, да. Вот, и хочется так вот сказать, что, ну, не спеши, выйди там за полчаса раньше, ну, там, из дома, либо там завези ребёнка раньше, ну, сделают даже эту походку для себя приятной, да, как бы дойди до работы, ну, вот как-то так. Хочется их немножко перестановить, чтобы они позадумались о себе. Ну, сегодня, когда мы говорим об обыденной жизни, да, мы редко встречаем элегантно одетого человека. Это, скорее, даже стиль сегодня такой, общепринятый какие-то каноны моде, да, это должны быть свободные какие-то там вещи, чтобы было удобно, это должны быть обязательно какие-то порванные джинсы, мягкая обувь. То есть мы вот, мы потому и спешим, может быть, спешить в таком виде намного удобнее, чем на каблуках, с одной стороны. Почему говорю, что кто сегодня вообще диктует вот эти тренды в моде? Кто это? Интернет, журналы, мы с вами, вы? Наша жизнь. Да, то, что наша жизнь, как она складывается вокруг нас, она и определяет стандарты красоты. Вот вы задали вопрос по стандартам, а я бы вообще сказала, что сейчас стандарты красоты, которые мы привыкли, знали, 90-60 на 90, они совсем не актуальны. Сейчас гораздо важнее, чтобы женщина была со своей изюминкой, чтобы она могла транслировать свою индивидуальность. И сейчас вообще, если говорить, вот Марина рассказала о гомельских наблюдениях, я немножко упомяну о мировых наблюдениях. Сейчас вообще в моде идет акцент на бодипозитив, на фитнес-эстетику, то есть женщина ухоженная, подтянутая, которая уделяет себе внимание. Кроме того, очень актуальная тема, и она для нас пока необычна, но она будет развиваться. Это тема на межгендерность и андрогинность. То есть вот эта межгендерность, стирание полов, то, о чем вы сказали, нам удобно в этом бегать, но на самом деле женщина все больше и больше переходит в деловую среду, в сферу занятости, и она, имея, не имея на это желание, но она, тем не менее, выбирает одежду, в которую удобно, и это все ближе и ближе к стиранию полов, к мужским каким-то вариантам. При этом моделиеры подстраиваются под подобные реалии, и создают уже какие-то там новые модные направления. И чтобы все успевать, так удобнее. А вот как вы считаете, появление интернета и, скажем так, распространение, активное, я бы сказала так, развитие других средств массовой коммуникации, оно как-то влияет на этот процесс? Однозначно. Однозначно. И вы можете сами даже... Скажем так, с хорошей стороны или с плохой стороны? А кто что заметит? Кто-то заметит то, что... Возьмем тот же Инстаграм, да, наиболее визуальную социальную сеть. Кто-то заметит, что везде фотошоп, какие-то красивые, Марин, да, говорят же сейчас по-прежнему, утиные губки, да, какие-то очень много макияжа, который выполняет порой роль маски. Но теперь ситуация меняется. И теперь мы наблюдаем все благодаря же тем же социальным сетям и интернету тренд на естественность, на натуральность. Очень даже модно сейчас. Конечно, да, да. То есть вот этот весь фотошоп и технические средства для ретуши, фотографии, они уже не актуальны. Теперь актуальна настоящая жизнь. То есть актуально все реальное. Вот так вот можно сказать. Дорогие друзья, вот многие женщины действительно считают, что главный параметр красоты до сих пор считает. Это фигура 90-60-90. А ведь испокон веков славянские женщины славились как раз-таки очень пышными формами. Вот и сегодня современное представление о красоте потихонечку меняется. Мы уже сказали взять хотя бы такое явление, как Будди Позитив и Плюс Сайз. Сегодня даже проводятся конкурсы красоты для женщин, чей размер одежды выше 46-го, то есть 48-го. И вот прямо сейчас у нас на связи участница отборочного этапа конкурса красоты Мисс Мира Плюс Сайз 2019. Это Наталья Дученко. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Очень рада слышать вас в нашей программе. Вы не раз принимали в ней участие. Вот хотелось бы еще раз услышать, почему вы все-таки решили участвовать в таком конкурсе красоты, как Плюс Сайз. Расскажите нам. Ну, просто захотелось внести что-то новое, интересное в свою жизнь. Это опыт, это новое знание, новое знакомое, новое кругообщение. А вас не смущало, что, скажем так, ваш размер, скажем так, чуть-чуть больше 46-го, и что стандарт не такой 90-60-90? Вас не смущало вот это обстоятельство, и вы спокойно, серьезно вышли на подиум и заявили всему миру о себе? Ну, я с таким размером живу уже давно, не один так десяток лет, сказать, да? Так. То есть я к нему привыкла, и это мое такое есть, и стесняться я его никогда не стеснялась, никогда. Слушайте, ну здорово, что вы не стесняетесь формы, потому что прекрасно, вот смотрите, какая красавица, да. Ну, я считаю, что человек красивый не там 90-60-90, а человек красивый в общем, да, то есть это душа, это его ум, это умение разговаривать, умение вести себя в обществе, это воспитание обязательно, вот. То есть у меня немножечко, у меня этой красоты не то, что так вот, и тут красивая у нее там 90-60-90, нет, и со 100 сантиметрами, и в бедрах, и человек может быть безумно красивый, безумно привлекательный, вот. Поэтому, ну, вот у меня такая сику, да, надо нести то, что есть. То есть красивая женщина... Заходите красоту. Скажите, Наталья, Наталья, красивая женщина нашего времени, вот каким бы одним словом вы ее характеризовали? Уверенная. Так, а мужчина, красивый мужчина, это какой? А, от метра 80. Вот так вот, так вот откровенно. Спасибо большое. Слушай, у вас есть собственные секреты, красоты, вот, которыми вы, может быть, готовы прямо сейчас поделиться с нашими зрителями? Что вот лично вам помогает все-таки быть в форме и всегда в хорошем настроении? Я обычный человек. Самое главное – это высказаться и думать о хорошем. Спасибо, спасибо, Наталья, спасибо за откровенные ответы. Только что мы разговаривали с участницей отборочного этапа конкурса «Красоты Мисс Мира Плюс Айс-2019». Наталья Дученко у нас была на связи. Ну, вот смотрите, популярность Плюс Айс, она набирает обороты. Вот на ваш взгляд, вот ваше мнение, почему? Вот хочу спросить, Вячеслава, вам нравятся такие модели, кстати? Ну, для меня лично красота – это импульс. То есть, если мы наблюдаем или слышим что-то, что вызывает у нас какую-то реакцию, да, приятную импульс, какое-то вдохновение, восхищение, понятное дело, что у каждого человека импульс будет возникать на индивидуальные какие-то проявления красоты, да, но если вот мы что-то увидели, услышали, и у нас внутри вот прям или приосаниться захотелось, или потянуться, дотронуться до этого идеала, значит, это красиво. Вот, и если лично мне, да, очень импонируют девушки, которые уверенно чувствуют себя, как бы они ни выглядели, которые принимают себя такими, какие они есть, и это не может не вызывать восхищения. Это по-любому какой-то импульс ответный, безусловно, идет, и хочется, конечно же, только рукоплескать им на мировых подиумах, и особенно замечательно, что такие девушки среди нас. Ну, деликатный мужчина, он всегда остается деликатным мужчиной, да, тем более в окружении женщины, давайте мы с вами поговорим о моделях Плюс Айс, потому что мне иногда кажется, что это есть такая опасность, знаете, когда женщина перестанет контролировать свой размер, если он будет таким, ну, если это явление станет таким популярным в обществе. И это не мое только мнение, это сегодня многие так опасаются. Как вы относитесь к такому явлению, как бодипозитив? Очень шикарно, ну, так как я вообще являюсь основателем таких женщин. Да, да, приблизительно такого же направления. Да, да, для меня всё-таки красота женщин – это ещё и наполненность женщин, да, это вот эти вот внутренние энергии, внутреннее такое вот позитивное мышление по жизни, да, как бы, ну, неважно, правда, если ей комфортно, если в этом теле, если всё со здоровьем в порядке, ну, почему, как бы, там уже надо высушивать своё тело до костей, да, если она полностью, абсолютно и легко воспринимает всё, что есть в её жизни, да, как бы, ну, и счастлива от того, что есть, ну, это классно, это супер. Это всё транслируется на другой, как бы, уровень, да, и транслируется, когда ты с ней общаешься, когда ты разговариваешь. Ну, прям хочется её прям обнять, да, и такой женщине сказать, вау, ты супер, ты классная, потому что… Спасибо. Вот я хочу ещё раз сказать, что, вот, Хрустальная нимфа, да, модельное агентство, вот вы сегодня, скажем так, популяризируете такое направление, как «Бодипозитивы плюс сайт». Есть у вас, скажем, уроки для моделей, размер которых вот более 46-го? Ну, во-первых, мы не делаем такого отбора по внешним данным, скажем так. Серьёзно, что вы подсказываете? Да, мы считаем, что всё-таки мы придерживаемся больше не модельных стандартов, каких-то мировых или устоявшихся, мы даём возможность раскрыть себя каждому человеку, юноше, ребёнку, девушке, то есть это не имеет значения. И среди наших учеников очень много юношей, девушек, может быть, невысушенных до костей, не все атлетичные парни к нам приходят. Но, тем не менее, если у них в процессе обучения возникает такое желание, есть целый перечень дисциплин, которые помогут им прийти в ту форму, в которой им будет наиболее органично себя чувствовать. Это и фитнес специальный для моделей, и даём основы им диетологии определённой, но культивируем в них в первую очередь личность, ту самую внутреннюю наполненность, которой сейчас очень мало. И очень радуюсь, что всё больше появляется школ эстетического воспитания, что присутствует такое явление, как бодипозитив, но в том его понимании, что люди принимают себя в первую очередь как личность, а уже потом как бы переходим на внешнее. Это действительно, этого потерялось у нас на какой-то период, но часто снова воскресает, с таким большим импульсом, всё больше школ в городе открывается эстетического воспитания. Это радует. Ой, ну спасибо большое за такие откровенные ответы. Напоминаю, дорогие друзья, накануне Всемирного дня красоты, которую отмечаем завтра, 9 сентября, программа «Добрый вечер». Гомель даёт сегодня полезные советы. Вот почему сегодня всё-таки так популярны модельные школы, и что такое имидж школы? Вот об этом мы поговорим далее в нашей программе. Мы уже говорили о том, что сегодня в Беларуси очень востребованы модельные школы как для детей, так и для взрослых. Вот на ваш взгляд, что это всё-таки? Дань моде или какая-то вот просто вот необходимость сегодня? Вот как считаете? Правильно, что это развитие. Развитие прежде всего личности. И неважно, в каком возрасте придёт девушка, либо парень, либо женщина. Мужчин мы ещё не принимаем. Мужчины наши обделены. Они, может, и хотели бы, да. Не надо. У меня своя стратегия в жизни. Мужчина для другого. Вот так вот. А «Крустальная нимфа» мужчин же принимаете? Насколько популярны эти курсы? У нас нет возможности обучаться от 5 до 25 лет юношей и девушке. Ну, я думаю, 25 лет – это, в принципе, тоже мужчина, можно и так сказать. И такие приходят, они занимаются. Кто-то поначалу не совсем понимает, куда он попал, и предпочитает более такой классический вариант, скажем так, салона для мужчины, то есть тренажёрный зал, либо какой-то вид спорта, где он может, так сказать, выплеснуть и физически себя подтянуть. Некоторые остаются, действительно, втягиваются в это, потому что, как я уже сказал, у нас есть упор, такой профиль на моделинг, но, тем не менее, очень широкий перечень дисциплин, который развивает личностные качества. А можете перечислить, просто интересно. Да, у нас есть психология, основы этикета, основы лидерства, мы тоже преподаем для тех, кто постарше. Это, опять-таки, фитнес специальный, есть и растяжка. Даже вот для мужчин мы ввели в этом году, это единоборства спортивные. Ну, такой вариант не классический, не спортивный, а основные какие-то азы, которые позволяют, так скажем, добавить немножко уверенности в себе и держать удар, и в случае чего защитить тех очаровательных девушек, которые обучаются вместе с ним в нашей школе. Ну и, конечно же, это и актерское мастерство, и публичная речь. Без этого никуда, 21 век. Речь это не только то, что мы произносим слух, но и то, как мы пишем, как мы выражаем свои мысли в тех же соцсетях, в интернете. То есть это все действительно очень важно. И если невозможно, может быть, обучить за 9 месяцев, то, по крайней мере, указать правильное направление и методики, как это потом самому продолжать развивать себе, это мы вполне успеваем, и, я думаю, справляемся с этим весьма успешно. Хорошо. Вот если говорить о детях, потому что я знаю, что с ними родители, но они просто как с закрытыми глазами иногда готовы все практически своих детей отдать модельную школу. И вот мне с ней очень удивила информация о том, что мамы с удовольствием бы отдали в имидж-школу мальчиков. Но мальчики, даже мальчики пока еще четко понимают, что не хотят. Вот давайте поговорим о детях. Насколько такое образование, оно вообще необходимо для развития современного ребенка? Но вот прежде чем об этом, что такое вообще имидж-школа, Татьяна? Вот модельное агентство вроде понятно теперь, да? А вот имидж-школа, что это за такой новый формат обучения детей наших сегодня? Да, Наталья, вы абсолютно правы, это формат абсолютно новый. И когда два года, чуть больше двух лет назад, я выходила на рынок с этим продуктом, аналогичного продукта у нас в стране не было. То есть, по сути, мы в этом направлении как первопроходцы идем. Дело в том, что модельное агентство, если так говорить в целом и понятным языком, оно больше акцентировано изначально на внешние данные модели. Мы же занимаемся тем, что мы стараемся развить внутреннюю составляющую ребенка. Вы не готовите ребенка для подиума? Нет, мы не готовим ребенка для подиума. Мы готовим ребенка для самостоятельной жизни. Мы своего рода некоторые помощники, которые направлены на то, чтобы помочь ребенку сформировать модели уверенного, достойного поведения, эффективной коммуникации в будущем, с тем, чтобы ребенок знал, по каким моделям самостоятельно организовать дальнейшую свою жизнь. То есть, это и навыки этикета, и хорошие модели, хорошие манеры, уход за собой, формирование хорошего вкуса, умение стильно одеваться. Мы работаем постоянно с развитием насмотренности. То есть, это не просто занятие в аудитории. Мы с девочками ходим в театры, выставки, музеи для того, чтобы весь навык, который мы даем на занятиях, девочки могли закрепить, либо выходя куда-то в свет, тот же, допустим, театральный этикет, где его нужно закреплять и повторять исключительно, только на театральных постановках. Формировать насмотренность, где выставки, музеи, с тем, чтобы с детства у девочки глаз мог замечать именно то представление о гармонии, то представление о красоте, которое делает ее душу более тонкой и более чувственной к восприятию всего происходящего в мире. Такой пансионат для девочек, да, как это было когда-то принято, да, вот что-то типа этого. Я хочу о другом спросить, Татьяна. Вот вы два года уже работаете с нашими девочками. Да, мы уже на третий год видим. Какой это возраст девочек вообще? Мы работаем с девочками трех возрастных групп. Самые малышки у нас 6-8 лет, потом средняя группа 9-11 лет, и старшую группу от 12 до 16 лет мы принимаем девочек. Слушайте, вы охватываете такой самый период становления ребенка. Да, совершенно верно. Вот позвольте вопрос. Вот на ваши личные, вот по вашим личным наблюдениям, девочки, которые к вам приходят, у них же приводят родители, да? Да. Насколько они уже, в принципе, владеют какой-то информацией об этикете, о культуре поведения, насколько в семьях наших это заведено сегодня? И есть ли какие-то печальные случаи, которые вообще никак не корректируются? Хочу понять, какие наши дети, да, насколько в семьях это дают сегодня мы им? Наши дети замечательные. Это главное. Детки приходят с разным уровнем подготовки. У кого-то все зависит от того, какие традиции установлены в отдельно взятой семье. И если в семье установлены традиции, связанные с вежливостью, с постоянной вежливостью, не просто какие-то отдельные правила, а как образ жизни, уважительное отношение к любому собеседнику, естественно, и у такой девочки на старте все это чувствуется. Кому-то нужно подтянуть стилистику, кому-то нужно подтянуть уверенность в себе. У нас очень сильный психологический блок, отдельно подростковые психологи, отдельно детские психологи. То есть в этом направлении мы тоже работаем. Кому-то осаночку нужно подтянуть. Запросы разные. Но бывают случаи, когда приходят дети, у которых чуть меньше все это изначально заложено в семье. И, конечно, хотя бы три часа раз в неделю мы живем по своим правилам. У нас есть свои правила, и хотя бы три часа в неделю девочка по ним должна жить. И, естественно, постоянно связь с родителями, с девочками на предмет закрепления этого материала в течение недели. Много ли желающих, скажем, обучаться таким урокам красоты? Я скажу так. Те девочки, которые приходят к нам на открытые уроки, а у нас как раз сейчас прошел целый цикл открытых уроков, 90% из них остается и записываются дальше у нас, обучаются. Потому что программа у нас рассчитана на два года. Есть базовый уровень, есть углубленный уровень. И девочки изначально кто-то один год идет на обучение, 10 месяцев, там 9,5 получается, кто-то идет на два года обучения. Могу точно сказать, что двухлетний формат, он позволяет не только каждый раз получать новое знание, но и закреплять то, что уже было получено. Ну, а на предмет того, как много к нам детей приходит, конечно, хотелось бы больше. Но, скорее всего, за счет того, что мы еще не очень известны в городе, пока мы еще детей ждем. Поэтому вот в ближайшую субботу, воскресенье у нас уже стартует новый учебный год. Но если кто-то хочет прийти попробовать, может быть, кто-то из телезрителей захочет привезти свою девочку попробовать, добро пожаловать. Можно прийти просто попробовать. Ну, вы знаете, для меня это все ассоциируется с такой школой для леди, для маленьких леди. Им просто очень интересно узнать, насколько современные реалии там переплетаются у вас. Общение со сверстниками в соцсетях, я не знаю, какие-то конфликтные ситуации. Все это тоже рассматриваете и учите девочек вести себя социально. Психология взаимоотношений, она ведь направлена не только на то, чтобы научить девочек эффективной коммуникации, но учить их в том числе и распознаванию собственных эмоций, уметь управлять этими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, причем эффективно выходить из этих конфликтных ситуаций. Вы представляете, что вообще происходит? Если вы не создадите такой же школу для мальчиков, девочки будут просто потерянные, которые выйдут из ваших... Да, с великим удовольствием. Вроде никому не собиралась афишировать, но... То есть планы есть, да, какие-то? Мы осенью хотим запустить отдельный цикл мастер-классов для мальчиков, так как мы зимой пробовали целый курс для мальчиков запустить, мы так и не собрали ни одной группы, потому что хотели мамы, а оказалось дети не хотят. И мы хотим сделать отдельные мастер-классы для мальчиков, потому что у нас леди уже есть, и с тем, чтобы девочки могли закрепить именно навыки этикета во взаимоотношениях с мальчиками, с мужчинами, а у парней, чтобы были достойные партнерши для отработки своих навыков. Спасибо. У нас на связи, дорогие друзья, есть мама одной из участниц вашей гомельской детской имидж-школы. Это Надежда Семантис. Надежда, добрый вечер. Добрый. Очень рада слышать вас в эфире. Скажите, пожалуйста, вот расскажите нам, кто из ваших детей ходит в имидж-школу и как вообще давно там занимаетесь? Ясно. Ну, у меня одна доченька, Елизавета, она посещает. В этом году уже второй год будем ходить в школу. Вот сколько часов, там, я не знаю, дней в неделю вот она постигает, Елизавета, эту науку красоты, и не мешает ли это учебе? Вот важный вопрос. Значит, ну, посещает она один раз в неделю, это суббота, где-то порядка трех часов занимает занятия. Ну, я так думаю, что не мешает нам это совершенно, потому что она отличница. И еще помимо этих занятий посещает ряд других, и танцы, и рисование. Ух ты, все успевает, да? Успеваем, да. А подскажите, чему научилась ваша дочь? Вот вы, и видите ли вы реально вот эти вот изменения в ней вот за это время? Да, я вам хочу сказать, что эти занятия, они как бы в целом отразились на ее имидже. Она и стала очень уверена в сети, и она достаточно раскрепощенно общается со своими сверстниками. Уверен в диалог со взрослыми, не боится быть с тобой, всегда готова заявить о себе как о личности. Вы знаете, очень хорошо знает свои предпочтения в одежде, так что шопинг, она долго времени уже не отнимает. Достаточно хорошо разбирается в стилях моды, почитает цвета, тона одежды. Мне как маме очень приятно наблюдать за ее элегантными манерами в кафе, в общественных местах. Иногда даже хочется уже и прокомпенсироваться с ней, какой прибор для чего. Да, знаете, как бы очень уверенно себя держит в разговорах, знает достаточно хорошо свои сильные стороны, где нужно какие-то нюансы тоже их прорабатывать. В целом она, вот самое главное, что вот я заметила, она очень хорошо стала видеть, замечать красоту вокруг себя. И это рождает у нее дальнейшее желание эту красоту нести в мир. Она вообще стала у меня творческая девочка. То есть появилась у вашей дочери, вот в результате подобных вот имидж-занятий, я так понимаю, появились четкие ориентиры, да? Что такое хорошо в красоте, грубо говоря, да, современно, а что такое плохо? Да, она замечает эту красоту, любит эту красоту. То есть уверенность сразу появилась, то здорово. Скажите, вы бы хотели, чтобы ваша дочь была, ну не знаю, вот имея такой опыт, в будущем стала, может быть, моделью, и входила там по подиуму, фотографировалась для модных журналов, или у вас другие цели? Ну, знаете, пока еще, конечно, не задумывалась я над этим вопросом. Ну, наверное, в первую очередь я бы хотела, чтобы Лиза занималась своим делом, которое будет ее вдохновлять, нравится ей. И если это будет подиум, модель, то, в принципе, ничего плохого я в этом не вижу, потому что девочки, модели, они не стесняются камер, они достаточно раскрепощены, красиво двигаются, говорят, хорошо себя презентуют, и это хорошие навыки для современных девушек. Спасибо, Надежда, спасибо. Спасибо вам большое, очень важное мнение, на мой взгляд. Я просто хочу, знаете, на что обратить внимание, Марина? Вот если так вот школу будут иметь, школу развиваться, то вам, в принципе, потом и делать нечего будет. Потому что, да, потому что если вот мамы еще сегодня, да, могут к вам прийти на занятия, да, в таком возрасте, то как, да, 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 то если мы будем девочек так воспитывать сегодня, да, то, в принципе, Академия Марина Кападарян, да, будет как-то переквалифтирована. Как вам вообще? Придется, значит, расширять границы, да, придется выходить на СНГ. Мне кажется, в этой области есть куда их постоянно расширять. И Европу. Поверьте мне, да еще с нами придется поработать не один год. За 20 лет, поэтому. Вы знаете, меня вот очень удивило вот в разговоре с мамой сейчас восхищение. Мы вообще любим своих детей, все ими восхищаемся. Но здесь такое, знаете, объективное восхищение. Мама сказала, что меня очень радует, и мне нравится, как она ведет себя в кафе, да, и мне хочется взять у нее уроки. То есть я говорю вот о правилах этикет, которые вы тоже там, в принципе, преподаете. Я так понимаю, что сегодня любое модельное агентство, да, тоже преподает подобные уроки. Без этого как бы никуда. Что такое этикет современный? Он же отличается? Вот что такое? Вот чему учите их? Как сказать здравствуйте? Как сказать до свидания? Как присесть? Как поставить туфельки? Что, ножки? Наталья, я надо начать с того, что, наверное, вот эта формулировка, современный этикет, она в таком контексте, она звучит потому, что этикет – это прежде всего те условия, в которых мы живем. То есть само слово «этикет», оно должно быть всегда сопряжено с теми условиями, в которых мы живем, и уместностью. То есть это обязательно. У нас девочки учат, как вы сказали, и приветственный этикет, и гостевой этикет, и столовый этикет. На втором году обучения девочки изучают, к тому же, еще светский и деловой этикет. То есть какие-то основы они тоже изучают. Поэтому современный этикет, он, да, слегка трансформируется. Меняется реальность наша, меняются условия жизни, меняется образ жизни, и какие-то правила видоизменяются. Не меняется только классический этикет, но классический – это практически дворцовый этикет. Подожди, ну давайте вернемся. Вот старомодные вот эти, да, вот были манеры, и вот современные, какие-то их варианты. Вот раньше существовало очень много традиций, правил относительно, например, того, как вот мужчины должны вести себя с женщинами. Любимая моя тема. Да, и вот сегодня часто можно услышать о том, что мужчина уже не должен, в принципе, по правилам современного этикета, открывать дверь перед женщиной, да, помогать ей выйти там из машины, из автомобиля, вставать, когда женщина входит или выходит. Вот произошла трансформация, или у меня просто неверная информация? Но если по большому счету говорить… Так, да, расскажите нам эти правила. Сейчас это не трансформация произошла, и не изменились правила этикета. Все, о чем вы говорите, это скорее некое такое наносное, связанное с определенными изменениями в нашем обществе, с появлением таких явлений, как феминизм, с появлением и развитием такого явления, как стирание полов, и кажется, что женщина равна в правах с мужчиной. И вот здесь было бы неплохо разделить два таких понятия, как деловой этикет и светский этикет. В деловом этикете, да, женщина воспринимается как партнер в бизнесе, как работник в бизнесе, и правила светского этикета там не работают. Там нет необходимости вставать при входе дамы в тот же офис. Даже если это переговорная комната, вставать нужно в том случае, если женщина старше вас намного по статусу или по возрасту, только в этом случае. А в светском этикете эти правила сохранились. Мужчины галантные. Они всегда актуальны. Вот наша героиня сказала, что идеал красивого мужчины, да, этот же вопрос я быстро задала себе. Если у нее проскочило 180 сантиметров роста, у меня первое слово, которое проскочило – галантность. Галантный мужчина, он любой женщине приятен, она же с ним сама становится более женственной, более романтичной. То есть дайте женщине посыл, она вам ответит еще более ярким посылом. Как вы считаете, вежливы, манерны мы сегодня, по вашим наблюдениям? Ну, давайте так еще. Вот сегодня несколько раз прозвучало слово «леди-леди». Я бы уточнила такой момент. Современная леди – это вовсе не чопорная, наигранная барышня. Современная леди – это уверенная, смелая, элегантная, красивая девушка, которая знает свой внутренний мир, живет с ним в согласии и готова продемонстрировать миру, какая я. Слушайте, ну какое вот интересное. Да, вот хорошо, что вы сказали, а то я вот все путаюсь и думаю, леди-леди, как бы не спутаться с 18-19 веком, а вот леди, да, нашего времени. Мне нравится портрет, который вы нарисовали. А вам, Вячеслав? Более того, мне нравится использовать повседневные речи, обращение к представительницам женского пола «леди». Леди, пройдите, присаживайтесь, леди, да, в этом есть что-то. Мне очень импонирует то, что возрождаются сейчас манеры, и вообще считаю, что манеры – это основа всего. Пускай они немножко трансформируются с течением времени, но, по крайней мере, они обеспечивают нам упорядоченность какой-то, отсутствие хаоса и делают нас цивилизованными. А развитие красоты, в том числе, оно возможно только в цивилизованном упорядоченном мире, куда изредка вносятся какие-то с течением времени корректировки, определенно меняются тенденции. Но суть остается та же. Мне вот, например, да, про эти различия светского и делового этикета, что вот не принято, да, но я думаю, что никто не будет, скажем так, тыкать пальцем в того мужчину, который придерживается вот все-таки так вот упорно этих манер… На работе. Да, галантности какой-то. И неважно, деловая это встреча или это светский какой-то ужин. Я не думаю, что кто-то будет показывать на него пальцем, а женщине, думаю, вот в этой погоне за какими-то феминистическими идеалами, мне, честно говоря, непонятными. Если вот отвечать на ваш вопрос, который вы задавали, да, я бы сказал бы даже еще такую фразочку, что, наверное, мужик обмельчал все-таки, если вот это вот все пропадает. Это должно быть, это основа взаимоотношений между мужчиной и женщиной вот хотя бы на первом уровне, на уровне первого впечатления, первого знакомства и вообще самого уважительного отношения. Слушай, ну здорово, вообще тема феминизма очень интересная, да, и вот мы ее затронули, я как-то не ожидала, да, что Вячеслав так, ну я как-то не подумала, Вячеслав, да, приношу извинения, но в любом случае мне очень понравилась ваша позиция, уверена, что мужчины и даже многие женщины, уверена, вот сейчас вас поддержали. Хорошо, возвращаясь к правилам, к правилам поведения сегодняшним, вот, ну не могу не спросить, вот первое, вот что вы говорите девочкам на занятиях, да, а что вы говорите женщинам на своих занятиях, я знаю, что у вас тоже проходят подобные занятия. Вот какие, вот, скажем, типичные ошибки мы сегодня совершаем, которые, в принципе, можно как-то отрегулировать. Могу сразу назвать типичную ошибку, это прямо боль какая-то. Ни мужчины, ни женщины, ни подростки у нас не умеют принимать комплименты, теряются. Это и женщины тоже уже, да, в возрасте тоже не могут. Не умеют принимать комплименты, не умеют их красиво принимать и просто поблагодарить при этом, не извиняясь и не стесняясь и не оправдываясь. Это большая сложность. И как следствие мы не умеем их говорить легко, непринужденно и достаточно искренне. Это происходит. Почему не умеем? Мы не знаем как или какие-то другие причины? Воспитание. Воспитание неуверенности, может быть, тоже какое-то в себе. Я бы, знаете, еще даже добавила не только неуверенность, но и тот менталитет, который нам достался. То есть то воспитание наших родителей, которое сказывалось на нас, воспитание наших бабушек и дедушек, которое перевивалось родителям. Здесь очень долго можно на эту тему говорить. Хорошо, тогда расскажите, как правильно принимать какие-то комплименты. С улыбкой, с улыбкой, с благодарностью. Очень слишком не благодарить. Вот, например, вам подарили, ну, я не знаю, книгу. Спасибо, мне очень приятно. Вы можете ее открыть, посмотреть буквально первые две странички. И вы можете сказать, я всегда интересовалась этой темой. О, у этого автора вышла новая книга, мне очень приятно. Я еще ее не читала. А если я не интересовалась этой темой, и этот подарок мне, в принципе, неприятен? В любом случае, вы должны что-то сказать приятное собеседнику. Если вам не интересна тематика данной книги, найдите тогда похвалить, за что, допустим, дизайн в оформлении обложки. Но в любом случае, это умение отвечать на комплименты, и он должен быть вежливым и приятным. Ну, это комплимент-подарок, скажем, да? А если комплимент вот словами скажем, вы сегодня шикарно выглядите, и ты не знаешь, верить, не верить, что говорить-то? Улыбаться и говорить спасибо. И все? Да, достаточно. Отлично. И еще известная фраза, да? Я теперь буду выглядеть так всегда. Можно это? Вот, и все. И больше комплиментов не дождешься. Хорошо. Это типичная ошибка номер один. Мы не умеем принимать комплименты. Надеюсь, сейчас уже научились немножко. Дальше. Что еще? Есть еще такая ошибка распространенная, когда мы не умеем противостоять агрессивному поведению. Это очень… Нездерживаемый. Да, нездержанному поведению. Особенно люди, которые чуть более тонкой душевной организацией, им очень тяжело бы принимать какую-то агрессивность, какое-то давление, какое-то даже случайное оскорбление, прохамство я вообще не говорю. Тяжело воспринять, как на него отреагировать. Вот как реагируют на подобные провокации или вот такие, скажем, такие неадекватные замечания? Есть несколько способов. Нужно смотреть по ситуации. Нужно оценить, кто ваш собеседник. Это делается тоже достаточно быстро. То есть его интеллектуальный уровень, его уровень развитости речи. И можно, самый безотказный пример, юмор. Отшутиться с юмором, потому что юмор очень часто обескураживает даже любого хама. Второе. Можно, конечно, отмолчаться, улыбнуться в ответ, можно даже ничего не говорить и сделать шаг два в сторону или отойти назад. Иногда бывают ситуации достаточно острые и непрекращающиеся. И порой нужно выйти за рамки этикета и ответить на том языке, на котором понимает этот человек. Если бы хотелось прекратить. Вот это мне очень нравится. Все равно, да, от реалии не куда. На себе сколько раз проверяла. Настолько их обескураживает несоотношение всей вот этого моего внешнего вида и то, как я могу отрубить в итоге. Но это крайний случай, я так понимаю. Это крайний случай. Их можно пересчитать на пальцах двух рук. Но очень ставят хама на место. Марина, какая типичная ошибка, которая вас всегда приводит в какое-то недоумение? И вы, может быть, с этого начинаете свои уроки, этикеты с вашими воспитанницами. Значит, в Академии моды у нас мы убрали этот сам предмет. Почему? Почему? Потому что, в принципе, женщины, которые приходят уже в Академию, они уже как бы со своим опытом, да, с опытом того, как они ведут, чем занимаются. И достаточно большое количество дисциплин, которые приводят к другим вкусовым качествам, да, как бы вот, красоты. А вот такой вот вопрос, как обескураживает, ну, наверное, у меня больше это идёт по другим предметам, направлению это фотопозирование, принятие себя, да, когда женщина не может как бы... Фотографироваться. Фотографироваться, да. Фотографироваться, это не принятие себя через камеру, это как бы даже после некоторых уроков, несколько, да, дисциплин, она только-только начинает всё-таки к этому быть готова. А вот если затронуть тему гаджетов, как там соблюдается правило, соблюдать правила этикета и стоит ли, Вячеслав, как вы считаете? Я позволю себе присоединиться к ответу на вопрос, который прозвучал здесь, вот ошибки, которые обескураживают. Да. Мне кажется, это отсутствие начитанности. И из неё следует всё остальное, о чём мы говорим. Если с малых лет ребёнок читает правильную литературу, правильные книги, их перечень, скажем так, он не меняется с годами. У него априори закладывается и манера общения правильная, скажем так, какие-то правила этикета, причём он их усваивает в лёгкой манере такой, примеряя на себя поведение другого героя. И отсюда следует всё остальное. Это вот отсутствие начитанности у современной молодёжи меня просто поражает. Я на личном примере даже могу сказать о пользе чтения, потому что я вот, например, рос далеко не в интеллигентной семье, не в богемной, да. Но именно моё увлечение с детских лет чтением, если во мне сейчас и есть какие-то манеры умения вести себя на публике, это всё пошло из любви к чтению. Да, это всё возникало оттуда. Это и рыцарские романы какие-то. Слушай, ну а вам сложно общаться сегодня в интернете? Человеку, значит, ему должно быть сложно. Мне кажется, что вот и в интернет переходит отсутствие этого этикета какого-то, например, вот речевой возьмём, да. Сейчас мода к сокращениям каким-то слов. СПС вместо спасибо, да, вместо привет там прив, вместо до свидания. Нет, ну там же тоже есть своя, как бы, скажем, свой этикет, интернет-этикет. Возможно, возможно. Но меня вот лично, я думаю, что не только меня, более-менее образованного человека обескураживает, когда ошибки какие-то допускаются, грамматические или пунктуационные, да. Представляете, вот вы заходите в группу, где 90 человек, говорят, спасибо, вместо спасибо. Вы представляете, как вы выглядите, как белая ворона. Поэтому стоит ли принимать этот интернет-этикет или нет? Достаточно часто встречаются в соцсетях и в интернете, я веду переписку, с кем-то общаюсь. В общем-то, мой круг общения близкого, это люди примерно таких же взглядов и понятий, как и я. И зачастую это люди либо моего возраста, либо постарше меня. Вот всё-таки у тех людей постарше немножко, у них это сохранили, что мы переносим и, скажем так, и правила правописания, и манеру общения переносим в социальные сети. Возможно, мы уже пережили какого-то прошлого. Понимаете, что происходит сегодня? Если раньше чёрное было чёрным, белое – белым, да, женщина открыли дверь, женщине всегда надо было помогать, то сегодня мы делим это на деловой этикет, светский этикет, интернет-этикет, да можно уличный этикет. Мы сейчас как-то придумываем тут, да, сколько всего. Но вообще в любом случае это действительно тема очень интересная, и мне кажется, без подобного распределения, наверное, сегодня очень сложно говорить о каком-то поведении. А вообще, на самом деле, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорим о красоте, потому что завтра Всемирный день красоты, сегодня у нас полезные советы. Скажите, в ваших школах, имидж-школах, академиях моды, в модельном агентстве случайно нет курсов для всей семьи? Мне кажется, это очень-очень было бы актуально. Ну, в нашей модельной школе ежегодно проводится конкурс «Я и мама, мы модели», вот, где могут и наши ученики, девочки или мальчики вместе со своей мамой принять участие, выйти вместе на подиум, чтобы мама тоже могла ощутить на себе, может быть, исполнить даже свою мечту какую-то. Да, на протяжении месяца мы готовим и маму, и ребенка, они готовят какую-то свою программу индивидуальную. У нас нет победителей в этом конкурсе. Мы всех, леди, одариваем и цветами, и какими-то специальными подарками, и, конечно же, аплодисментами зала. Но очень хорошо себя зарекомендовал этот конкурс, и в этом году он тоже состоится, уже готовимся. Спасибо. Концентрация слова «леди» сегодня просто зашкаливает в нашей программе, мне это очень приятно. Еще одна леди прямо сейчас у нас на связи. Своими советами поделится участница Академии моды Марина Кабодарян. Это Марина Будылина, модель. Марина, добрый вечер, мы очень рады слышать вас в программе «Добрый вечер, Гомель». Расскажите нам, пожалуйста, почему вы обратились в Академию моды Марины Кабодарян? Ну, во-первых, расскажу немножечко так с самого начала. Как у любой женщины бывают какие-то такие мечты еще с детства, с юности. Они по многим причинам могли не воплощаться. Там мешали, ну, в некотором смысле родители, потом семья, потом дети маленькие, вот прочее. А тут, просматривая Инстаграм, я увидела рекламу, 50 плюс, и приглашали женщин любых размеров. Это было так необычно, неординарно. И, значит, я прочла и решила, думаю, попробую свою мечту эту, как говорится, в жизнь воплотить, хоть маломальски. Тем более, что куча уже комплексов сформировалась. К 50. Это болезнь там немножечко. Хотелось и от них избавиться. Думаю, может, это именно то, где я смогу по-новому посмотреть. И что вам дал этот опыт? Вот расскажите нам. Вот этот опыт как раз-таки и помог мне открыть себя по-новому. Потому что бесконечно благодарна, конечно, всем мастерам, педагогам и Марине, в том числе, Кабадарян, которые каждый свою лепту внес в видение женщины. Ну, как говорится, и дефиле помогло открыться тоже по-новому. И фотопозирование, прожить жизнь. И, ну, мягко говоря, не слишком понимать, как это можно выглядеть удачно и, так скажем, грациозно. Ну, то, женственно, как говорится, все, чтобы было гармонично в тебе. Скажите, пожалуйста, как вот друзья, коллеги отреагировали вот на такую трансформацию вашу? Ну, были поражены. Ну, и некоторые искренне были рады за меня вообще. Это было даже видно, что некоторые говорили, что появился снова свет в глазах. Потому что так, ну, еще раз повторюсь, что по-своему там болезни наложили свой отпечаток. А так я даже забыла про эти болячки, про все. И просто летела на все занятия, на встречи, на выступления, потом в дальнейшем на показы. Это такой источник энергии, что это, ну, это невозможно уже даже без этого жить. Марина, Марина, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот вы можете как-то определить, дать такое вот собственное определение, красивая женщина нашего времени? Вот как бы вы ее охарактеризовали? Я думаю, что, знаете, в первую очередь это уже не 90-60-90, как вот у меня было стойкое такое мнение по юности, по, и, как говорится, просто правильные черты лица. Нет, вот пообщавшись и с педагогами, и с девчатами, с которыми свела жизнь. Благодаря всем им, а не просто всех люблю. Как говорится, это непременно просто женственные люди, гармоничные, любящие себя или хотя бы стремящиеся любить себя, готовые учиться в любом возрасте. Это я уже о себе, потому что это никогда не поздно, и не нужно этого бояться, и, наоборот, нужно развивать, ну, это желание, как говорится. Поэтому красивая женщина – это гармоничная, любящая себя женщина, которая умеет быть собой, умеет нести свет, умеет поддержать тех, кому может быть еще тяжелее, чем тебе. И, как говорится, чтобы было куда это все применить, ну, как говорится, хватает в жизни моментов масса. Марина, спасибо. Спасибо большое за вашу историю. На самом деле, действительно, это одна из, такая типичная, скажем, историй, с которыми женщины приходят, Марина, к вам. То есть вы помогаете уже состоявшихся женщинам, вот ваша Академия моды. Скажите, пожалуйста, вот с какими стереотипами при этом вот вам приходится, ну, не знаю, бороться, сталкиваться, вот решать как-то. Правильно Марина сказала, то, что это, прежде всего, опыт жизненный накладывается, да, отпечаток о том, что неуверенность, про себя забыла, да, все, как бы, все внимание детям, семье. То есть вот эти стереотипы о том, что и, в принципе, о том, что я не могу быть привлекательной, быть привлекательной, да, быть уверенной и, как бы, откуда столько вообще заботы для меня, для себя, да. И тут, конечно, вот тут надо поработать много. Ну, начинаем работать, потом девчонки привыкают, каждое воскресенье приезжают, приходят, вот. И они уже прямо жить не могут без вот этих воскресных встреч и без, как бы, обучения. Поэтому у них это очень все слажено, очень здорово. Ну, это почему все-таки, на ваш взгляд, неужели только быт вот так приземляет женщину? Почему вот после 45 лет женщина начинает уже сомневаться вот все-таки в своей привлекательности? Это вот, как вы считаете? Ну, не то, чтобы она сомневается. Вот как раз-таки тут, наверное, не в привлекательности сомнения, а в том, что она, как бы, стеснение, да, как бы... Неуверенность. Неуверенность. И в том, что вот... То есть, что с возрастом что-то теряется, да, что мы уже не можем быть красивыми. Ну, еще просто вокруг люди, окружение. А что же они скажут? А что скажет соседка? А что скажет еще кто-нибудь? Мы с этим растем, и мы с этим живем. И это надо очень сильно прям стать очень уверенной и пойти в академию для того, чтобы вот, чтобы еще вокруг кто-то начал говорить об этом. Что конкретно дают ваши уроки женщине? И за какое время вы гарантируете результат обучения? Значит, обучение проходит 5 месяцев. За 5 месяцев они достаточно уверенно начинают, как бы, уже и ходить по подиуму, и, в принципе, в жизни. И по жизни, в принципе, да, ходить. Совсем по-другому. Она начинает уже, кроме как в Академии моды, она понимает, что есть вообще настолько большой круг общения, окружения. И буквально месяц-два, когда они объединяются с девочками группы, и начинают, конечно, уже по-другому, как бы, вообще жить и, соответственно, быть вообще в жизни. Она понимает, что кроме работы, кроме семьи, есть еще что-то, ее жизнь личная. Ну и, наверное, при этом еще и в виде других женщин, которые сталкиваются с такими же, наверное, проблемами. Конечно, да, такие, как я. Это классно, что вот это объединение, что я не одна такая, у нас много, да, таких вот это вот объединение. Собственно, у вас такой еще интересный есть момент, что ваши воспитанницы, да, они выходят на подиум в результате. То есть одно дело просто научиться там быть собой, уверенной в себе после 45-ти, а тут еще после 45-ти вдруг выйти на подиум, как сказала вот только что наша героиня, да, осуществить даже какую-то детскую мечту. Вот тут кроется два, так сказать, обязательства. Это выход на подиум для того, чтобы раскрепоститься, действительно получить значимость и научиться принимать комплименты и показать себя обществу. Это прям, ну, настолько много вот энергии идет. И вот второе – это энергия. Когда это много положительной энергии, когда их готовят к мероприятиям, когда подготовка, когда общаются. И вот эти вот все как бы тусовки, можно так сказать, фэшн-тусовки, для них это прям жизнь. Вот мы видим, действительно, жизнерадостные женщины – это все ваши воспитанницы, скажем так, малая их часть. Как попасть в вашу академию? Сложно это? Сейчас у нас как раз-таки тоже идет набор, потому что сентябрь месяц. И 13 сентября в нашу группу можно позвонить мне по телефону, либо Академия Моды Марина Кабадаряна есть в ВКонтакте, в Инстаграме. Можете обратиться, и все, мы вас тоже могут прийти в один денечек, посмотреть, как мы живем в нашей академии. И потом присоединиться по полной вашей рейтой. Еще одна участница проекта Академия Моды Марина Кабадаряна у нас на связи – это Ольга Зинькович, топ-модель, по крайней мере, так позиционирует ее Марина. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Рада слышать вас в эфире. Ну, расскажите вы нам, пожалуйста, свою историю, почему вы решили обратиться в Академию Моды Марина Кабадаряна? Начну с того, что, как бы, я уже очень взрослая модель. Да. Много лет и всю жизнь я занимаюсь хоть чем-то, не сижу дома. Последние 7 лет я занимаюсь танцами. Латиноамериканские танцы есть в моей жизни. И вот есть такая у меня подруга, Акимович Галина, с которой мы много лет занимаемся танцами. В один прекрасный вечер за чашечкой кофе она сказала, что она нашла очень интересное занятие для нас, лично для нее, и предложила мне. Я, конечно, отнеслась к этому типически, потому что мои параметры сайт плюс, отличаются от всех принятых норм в мире. Но она сказала, что это именно та программа, та Академия, которая хочет нас сделать вот именно такими моделями. Я очень быстро решилась и пошла. Скажите, что вам дали эти занятия? Что дала вам Академия Моды? Вот на сегодняшний день, вот если обернуться, вспомните, посмотреть на себя сегодняшнюю. Когда я пришла туда, я встретила очень много красивых, позитивных, интересных женщин, таких же, как я. Я пришла и оканулась просто в атмосферу доброжелательности, любви, позитива, что немаловажно в наше время, быть уверенной в этом. Я, что в тенденции всех, не каждая женщина знает, как правильно выбрать себе одежду, как правильно сделать красивый вовремя макияж, и даже правильно вести беседы, так сказать. Потому что, когда мы встречаемся, это интересные беседы, это интересные разговоры. Поэтому все это нужно в жизни любой женщины. Спасибо. Что вы посоветуете женщинам, которые вот все-таки в определенный момент своей жизни начинают сомневаться в собственной привлекательности, становятся неуверенными вообще по жизни? Что посоветуете? Я хочу сказать, что если счастлива женщина, все счастливы вокруг. Если она излучает и любит людей вокруг, она излучает радость, позитив. И, соответственно, все какие-то небольшие недочеты, какие-то небольшие комплексы, они менее заметны и вообще не заметны. И поэтому женщина, излучающая счастье, прежде всего сама, она дарит счастье всем вокруг. И она красива, и она любима, и востребована. Спасибо. Спасибо большое за эти советы. Да, действительно, оригинальная получилась такая у нас с ним программа. Очень много интересных историй мы услышали. Время заканчивается. Нам нужен какой-то вывод все-таки сделать, хотя тема бесконечная. Ну, для начала, вот собственные, скажем так, секреты привлекательности и красоты по одному. Можете перечислить, Вячеслав? Есть у вас такие в арсенале? Что помогает вам всегда оставаться в форме? Уважительное отношение, в первую очередь, к самому себе, верно своим принципам. Не бояться их отстаивать, но в то же время относиться с уважением и к окружающим. Один, один, один совет. Да, я думала, спорт. Татьяна. Регулярная ухоженность, если мы говорим о внешней красоте и о внутреннем спокойствии, если мы говорим о том, чтобы глаза лучились, добавляли красоты. Я думала, чтение. Марина. Я сейчас скажу, и вот с Ольгой Зиньковой сейчас соглашусь, это наполненность, это жизненная внутренняя уверенность, спокойствие и вот прямо радость того, что ты делаешь. Спасибо. Ну, в принципе, это и были такие вот советы для финала нашей программы. Дорогие друзья, я хочу, конечно же, поблагодарить наших экспертов. Всегда буду рада продолжить эту тему в этой студии. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Напоминаю, сегодня мы говорили о красоте. Кстати, вот как Шанель говорила, что после 40 лет никто не молод, но никто и не отбирает у женщин право на красоту. Так что оставаться, быть красивой, быть счастливой, быть привлекательной, наверное, можно в любом возрасте. Это были полезные советы программы «Добрый вечер, Гомель». Увидимся в эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова